Жизнь всегда оптимистична Жизнь всегда оптимистична Автор Владислав Павлюткин, Красная звезда 30 января 2015 года 17.47 Фото автора Если бы не начавшийся в середине 2010 сокращения, он, наверное, и сейчас продолжал бы летать на Ка-27ПЛ. Или если бы в составе морской авиации Балтийского флота по-прежнему находились вертолеты Ка-29, поднимался бы в небо на этом типе винтокрылой машины, Ка-29 он в свое время тоже успел покомандовать. Пришлось, однако же, переучиваться на Ми-24, новый для себя вертолет гвардии капитан Виктор целых освоил за полторы недели. Труднее всего было привыкнуть к узкому обзору, в этом смысле, а также в плане управления, Ми-24, самый сложный вертолет, минус рассказывает Виктор. Хорошо, рядом был опытный инструктор, летчик первого класса, все держал под контролем, но в управление не вмешивался. Инструктор собирался уходить в отпуск, а это напрямую зависело от качества моего зачетного полета. Так что время работало против нас. После первой летной смены, помню, едва держался на ногах от усталости, но уже тогда четко понял, могу. А на второй летной смене, когда мы были в воздухе, отказал левый генератор, докладывая инструктору. Тот спокойно отвечает, делай, что положено. Сделал, что требуется по инструкции, генератор восстановился, полет продолжился. Главное в таких случаях, не торопиться и уж тем более не паниковать. Зачетный полет проходил в Ленинградской области, и принимал его командир полка. Инструктора Яне подвел, в отпуск он поехал по плану. В Созранское высшее военное авиационное училище летчиков Викперцелых поступил, можно сказать, за компанию, из восьми мальчишек, учившихся в его классе, семеро стали курсантами с ваул. Созрань, родина матери, родился там и он сам, хотя большая часть детства прошла на Дальнем Востоке, где долгое время служили родители, оба, пограничники. Отец ныне майор запаса, мать, старший прапорщик запаса. В училище, помимо базового вертолета Ми-8Т, Виктор по собственному желанию дополнительно изучил Ми-8МТ и К-27. Когда наступило время распределяться, вместе с приятелем калининградцем попросился на Балтику. 1 декабря 2005-го приехал в Донское, место базирования эскадрильи, через полтора месяца впервые поднялся в воздух на К-27ПЛ, а еще через несколько месяцев совершил первый самостоятельный полет. У меня были варианты. По приезде в Калининград пришел, как и положено, в штаб авиации флота. Там мне предложили на выбор К-27, Ми-8, Ми-24 и даже Ан-26. Выбрал К-27 и не пожалел. Когда во время первого полета пересекли обрыв и началось море, это было необыкновенно. Мороз, солнце, море как на ладони. Восторг. Летное мое становление в целом проходило без трудностей. Во-первых, помогали старшие товарищи. Во-вторых, по выпуске из училища у меня было 183 часа налета, а у тех, кто выпускался несколькими годами ранее, и 20 и не набралось. Такое тогда было время. Ну а в-третьих, нужно просто любить свое дело. На второй летной смене, когда мы были в воздухе, отказал левый генератор. Докладываю инструктору. Тот спокойно отвечает, делай, что положено. Если ты не любишь летать, не болеешь небом, минус настоящим летчиком не станешь. Были у нас такие, кто после выпуска оставались в училище командирами взводов. Я их не осуждаю, нет, однако себя на их месте как-то не представляю. Хороший командир, толковый летчик, на которого всегда можно положиться. Могу ему доверить любую сложную задачу и быть на 100% уверенным, что задача будет выполнена, минус отзывается АВ. Целых командир вертолетной эскадрильи гвардии подполковник Александр Смыков. Он из тех офицеров, что постоянно работают над собой. Быстро принимает решения и не теряется в быстро меняющейся обстановке. А еще он душа компании, общительный и отзывчивый человек, оптимист по жизни, с позитивным настроем на службу. В оптимизме Виктору действительно не откажешь. Чего, казалось бы, хорошего в том, что в свое время вынуждено пришлось переучиваться на другой тип вертолета, отказываться от того, на что настраивался и к чему шаг за шагом шел годами. Но это уж под каким ракурсом смотреть на вещи. Главное, я по-прежнему летаю. Везде есть что-то новое, по-своему интересное. Сейчас мы в числе других экипажей Ми-24 заступаем в боевое дежурство по ПВО. Это очень неответственно. В то же время испытываешь некий азарт. Есть желание совершенствоваться дальше, повышать классную квалификацию, осваивать новые типы летательных аппаратов, вертолеты К-52К и Ми-35, например. Полученный ранний опыт, он ведь не пропадает, а суммируется, обогащает в профессиональном плане. Мне сейчас одинаково понятен и приятен полет как над сушей, так и над морем, для флотского летчика, согласитесь, это важно. Важно и то, что у меня есть семья, жена Настя и трехлетний сын Максим, живем в своей квартире, приобретенной по военной ипотеке. Жизнь, она многогранна и всегда оптимистична. Прочитана 221 раз.